Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки и рыболовной ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про такую снасть, довольно таки старую, всем, я так думаю, большинство известно, людям много, как ни продакция на это звучит, все ее давным-давно узнают, но в данный момент на наших худоемах в Подмосковье я мало ее вижу, практически вообще не вижу. Хорошо, если один-два раза там за сезон где-то она промелькнет, кого-то я увижу с ней. Эта снасть называется Кружки. Используется она для ловли хищной рыбы. Кстати говоря, почему я сказал про мирную рыбу, потому что видел даже как на нее капало, непродакция не звучит, но да, было такое дело. Было это в Калужской области, деревне Дупле. Вот, ставили там вместо основного здесь, если используется у нас живец, то там использовалась насадка, там, червя, по-моему, кукуруза вставилась, и ставилась на большой груз, завозила, вставилась, вот, довольно таки далеко от берега метров, наверное, 25-30 от берега вставилась она. Эта снасть предназначена для ловли хищника. Для ловли такого хищника, как судак и щука, реже окунь. Ну, по окуням тоже используется. Представляет она с собой вот такой вот диск пенопластовый, это самодельно, это у меня еще мой дед использует, сам делал, вот. Да, остались они у меня по наследству, редко-редко я сам использую, выезжая редко, но использую вот эту снасть. Это диск и вот такая палочка, соответственно, палочка вставляется сюда и пускается по водоему, то есть на лодку. В лодку ставите вот эти вот кружки, налавливаете жильца и уже сплавляете. Для ловли жильца используйте подъемник, ну или там заяни уже наловили, если, тогда да, хорошо. Для хранения жильца можно использовать как непосредственно кан, то есть ведро для хранения жильца, ставите в лодку и вместе с ним плаваете. Я использую небольшой садок у меня с мелкой ячеей, соответственно, я его кидаю за борт и жилец непосредственно уже в воде, более живой, более бойкий, засыпает реже. Далее леска используется 0,45, 0,5, 0,7. Здесь у меня стоит 0,5. Леска где-то метров 20, на кружке используется по размотке. Ставится такой же грузик, как на жерлице, на обычный. И противозакручиватель. Видно? Вот. Противозакручиватель и небольшой грузик для того, чтобы притапливать жильца. Далее, когда вы приплываете на удаем, соответственно, вы уже примерно ориентировочно знаете глубину, где будете ловить, и непосредственно в том или ином горизонте можно сплавлять жильца. Вот. Разматываете кружок, допустим, метром на полтора размотали его, зафиксировали жильца на крючке и, соответственно, выпускаете леску через вот здесь засечки есть. Вот засечка. Пазик такой. Пропускаете леску сюда. Далее, на этой палке есть такая засечка тоже небольшая. Пропускаете здесь. И пропускаете сюда. То есть вот таким образом, черной стороной вверх. И отпускаете. И он у вас идет по водоемам сплавляется. То есть не спеша там ветром гонимый. Идет по ветру вдоль бровок, вдоль травы, вдоль камыша. Вот. То есть живет, сплавит, плывет. Совершенно ничем не скованный, в принципе. Сплавляет, сплавляет, сплавляет. Сюда ставятся как одинарные крючки. Вот как на этом кружке у меня стоит одинарный крючок. Есть у меня еще здесь тройники стоят на нем. Вот. Тройники такие небольшие. Вот. Непосредственно при поклевке, когда происходит поклевка, щука дергает его. Он переворачивается. Дергается. И леска начинает сама спадать. То есть можно увидеть. Сначала вы услышите хлопок переворота. Хлоп перевернулся. И можете наблюдать, как он, грубо говоря, как говорят, танцует. То есть он совершает такие движения. Разматывается леска. Вы подплываете на лодке. Соответственно, или веслом, или рукой. Забрасываете кружок в лодку. И начинаете потихонечку его в лодку затаскивать. Насадка используется как жрец, так может и лягушка используется. Приоритетная насадка по щуке, я считаю, это платва карась. Для судака это больше идет пескаль, реже окуль. Самая лучшая насадка, вот с эдиссерскими общался, это у нас является пескаль. Лучше пескаль в качестве насадки для судака нет. Но лоил я также на них, грубо говоря, и на ротана. Обычно ротан входит, конечно, хуже. Гораздо хуже, нежели, чем другая рыба. Взять того же самого подлещика, ту же самую платву. Платва бегает гораздо лучше, гораздо быстрее. В арсенале у меня 9 штучек вот таких есть. На них ловлю. Попадается на нее щука, но крупнее там килограмма, полтора я не ловил. В принципе, не попадалось. Я взял на такие водоемы. Эта снасть является на... Вот 9 штук можно выставить, грубо говоря, в ряд. От берега можно прям... Выставляешь там глубину полтора-два метра и гонишь. Можно с пол воды, можно от дна поставить. И, соответственно, сверху воды поставить. В зависимости от времени, от водоема где вы ловите. В принципе, снасть простая, но довольно-таки хлопотная. Хлопотная в плане того, что необходимо очень большое количество жевца. И очень трудозатратное. То есть, вам... Вы постоянно на воде, вы постоянно в движении. И бывает такое то, что... Можете просмотреть. У вас кружок перевернется. И щука может утащить его далеко-далеко. И долго это занимает во времени поиска ее. Так что, если вы первое время когда начинаете ловить на эту снасть... Снасть очень интересная. Начинаете ловить на эту снасть, то я советую на штук 5-6. Это вполне будет достаточной. Для горизонта, для обзора. Вам легче будет сориентироваться. В принципе, все. Снасть простая. Кто знакомый, я думаю, улыбнуться в очередной раз. Потому что, да, здорово. К сожалению, на нее сейчас мало кто ловит, но... Неоправданно, она забытая стала. Ну, как-то так. Вот. Люблю я иногда сам разнообразить. Свои условия ловли и способы ловли. Вот. Ну, в принципе, все. Все, что я хотел сказать про эту снасть. Всем удачи. Всем удачных рыбалок. Пока-пока. Р Ta-пока. Пока-пока. Продолжение следует...